Совсем скоро под бой курантов мы будем желать себе и окружающим, чтобы в следующем году сбылось то, о чем мечталось в году уходящем. А для кого-то это самое лучшее время для того, чтобы увидеть и понять свои ошибки и поступки, задуматься о своей жизни. Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем, профессором, доктором наук в области философии и психологии личности, художником и театральным режиссером Игорем Калинаускасом. Доброе утро, Игорь Николаевич. Доброе утро. В одном из интервью вы назвали себя везунчиком. Вот как стать везунчиком, чтобы в новом году не подсчитывать свои неудачи? Когда-то мой друг Георг сказал, не надо проходить мимо маленьких радостей жизни, большую не заметишь. Вот это, пожалуй, самое главное, понять, что радость это самая большая ценность жизни, потому что единственный источник психической энергии это положительные эмоции. Надо учиться радоваться. А вы везунчик, это в чем проявляется? Во всем. То есть и в профессиональном, и в личном, да? Да, да. И очень мне везет на людей всю жизнь, которых я старался учиться. Хорошо. В ваших интервью говорится о том, что человек обладает огромными способностями, которые не реализуются в жизни. Вот как сделать так, чтобы раскрыть себе эти возможности, увидеть их? Ну, если коротко, наверное, самое главное установить такой баланс между внутренним собою и внешним собою. Вот, наверное, в этом ответ на этот вопрос. Ну, а поподробнее? А поподробнее, понимаете, мы все как бы состоим из двух частей, да? Есть внешний я, да? Это тот, который, так сказать, живет вот эту всю жизнь, внешние дела делает, выполняет всякие разные социальные роли, социальные функции. И здесь я ограничен условиями той реальности, да, социальной, в которой я, значит, это делаю. А есть еще внутренний человек, в каждом из нас мечтатель, фантазер, где мы свободны, где мы безграничны и так далее, и тому подобное. И вот очень часто человек не знает, а что он там делает внутри себя. Вот если человек обучается внутри себя тоже жить, то есть делать, действовать, то тогда можно прийти к вот такому соотношению между внешним и внутренним. И тогда эффективность внешнего человека, она будет нарастать и все больше соответствовать вот внутреннему потенциалу. Ну, зачастую человек мечтает только в своих фантазиях и реализует свои какие-то дела только вот в этих мечтаниях. Ну, это потому что, еще раз говорю, он как внутри, внутри себя не живет, понимаете? Очень часто человек вообще боится оставаться наедине с собой, потому что не знает, что делать. Понимаете? Вот можно научить человека жить, этот внутренний человек тоже хочет жить, действовать. И не только там, лежа на диване, что-то такое мечтать неизвестно о чем, а внутренняя работа, она не менее интересна, не менее содержательна, может быть, чем внешняя жизнь, иногда даже более содержательна. Ну, в повседневной жизни мы все носим маски, и зачастую нам эти маски мешают просто реализоваться в чем-то. И вот как вы к этому отнесетесь? Вы знаете, есть плохие актеры, да, они притворяются на сцене, а есть хорошие актеры, они на сцене... Простите, пожалуйста, извините. В чем дело, почему здесь идет какой-то разговор, ребята? Это своя жизнь. Да там, представляете, идет съемка, а там такой идет базар, кто-то по телефону болтает. Извините, пожалуйста. Я закаленный человек. Про маски, про маски. Каждый из нас в повседневной жизни человек носит определенные маски, и зачастую эти маски мешают нам реализоваться. Как вы к этому отнесетесь? Ну, если масок достаточно много, и человек может их менять в соответствии с задачей, это уже не совсем маска, да, это уже какой-то творческий момент. Понимаете, кроме того, ведь роли, которые мы исполняем по жизни, да, они так и называются социальные роли, да? Да. Их, как можно научиться исполнять их хорошо, как хороший актер, а можно бездарно, понимаете, как плохой актер. То есть сразу видно, что это неправда наигрывает, притворяется. Вот и все. Очень часто атеизм мешает принять такие понятия, как душа, астральное тело человека или новое воплощение после смерти. Вместе с тем существует судьба. Верите ли вы в судьбу, в предсказания? А. А, существует ли судьба? Хорошо. Очень часто атеизм мешает принять такое понятие, как душа, астральное тело человека или какие-то воплощения, да? Между тем... Запуталась. Так. Да, хорошо. Очень часто атеизм мешает принять такие понятия, как душа, астральное тело или перевоплощение после смерти, да? Вместе с тем существует ли судьба? Верите ли вы в судьбу? Я верю в то, что судьба – это результат диалога между человеком и реальностью. Что касается души, душа – это орган, данный нам для принятия решений. А мы часто ей не доверяем, и вообще этому не учились, или не знаем об этом, и нам кажется, что вот я подумал, принял решение, хотя и современная наука. Психология утверждает, что решение человек принимает на уровне подсознания, а говоря по-старинному, он принимает их душой на языке переживаний. Поэтому человеку можно увидеть, что человек уже принял решение, но он не может его пропустить, и поэтому он начинает как бы думать, пытаться с помощью исполнительного органа принять решение. Душа – это орган, принимающий решение, законодательный орган, по-хорошему. А разум, сознание, интеллект – это только исполнительный орган. Она, когда вот исполнительный орган становится одновременно и законодательным, то мы все тому примеров много видим. Ну, получается, что тогда можно прийти к фатализму, да? Что все за нас уже решено. Нет, вот как раз наоборот. Тогда мы приходим к тому, что судьба складывается из нашего общения с реальностью, понимаете? То есть мы можем быть активным действующим началом формирования своей судьбы. А вы верите в предсказания? Хотели бы знать свое будущее? Нет. Почему? Потому что будущее принципиально множественное. И если я поверю в один из его вариантов, то я лишу себя всех других вариантов сразу. Но во что вы верите? Я понимаю, что в судьбу, да? Получается так. Я верю в величие человека, в то, что человек, как факт, да, он действительно по образу и подобию Божьему. И, к сожалению, пока еще жизнь, вот это вот устройство для совместного нашего проживания в этом мире, она еще очень далека от возможности, ну, не дает человеку еще возможности проявить себя. Да. Я верю Богу. Я всегда говорю, так, я не верю в Бога, но я верю Богу. А как вы считаете тому, что совесть это и есть Бог? Ой, это такой, знаете, сложный философский, психологический вопрос. Я больше коротко и не смогу ответить, да. Ну, хорошо. То, что вы стали профессионалом в разных областях, это тоже судьба? Как вы к этому отнесетесь? Вы знаете, как я к этому отнесусь? Я всю жизнь очень любил работать. Мне ужасно нравится работать, быть занятым, заниматься творчеством, наукой, искусством. Но до Великой Капиталистической Революции мне как-то не давали этого делать. Он говорит, что тебе больше всех надо? Я говорю, да, мне надо больше всех. Нет, вот будь как все, не высовывайся, это не наша наука, это не наше искусство. Понимаете, ну, так вот складывалась жизнь. Хотя я никогда не занимался политикой, но почему-то все время был не наш вот такой, какой-то не совсем наш. И когда, наконец, это все свершилось и стало можно работать и даже нужно работать, вот оно все и пошло. Ну, а если что-то делать, надо стараться это делать максимально профессионально. Хорошо. Маришенька, ну, ладно, у меня была хорошая мысль, блин, сбила, ну, ладно. Вы психолог, философ, музыкант, художник, режиссер и актер. Что же для вас больше? Больше. Больше всего? Да. Это радость от того, что я живу. Вот это самое главное. Если этого нет, очень трудно чему-нибудь радоваться. Вот сам факт пребывания в этом мире, он мне доставляет огромное удовольствие.